здравствуйте уважаемые зрители подписчики я приехал тут исследовать одно место после последних двух роликов набрел но вот этот вольер с конями лошадки тут скачут и еще одну такую гидроэлектростанцию год постройки 1926 2018 обновили мощности при падении воды с высоты 4 метра 40 сантиметров выдает все это хозяйство четыре с половиной миллиона киловатт в час ежегодно здесь стоят две турбины и 16 кубов воды в секунду двигает каждую из них но пишут типа на 1800 квартир вольме хватит сейчас подъедем чуть еще поближе и пойду смотреть место на которую со приехал тут уже вообще все слишком огорожено потому что территория такая тут и днем то трудно кого-то встретить клубе лошадей а тут тем более ночью но здесь все огорожено подойти ближе уже нельзя ну вот он канал там дальше водопадик на 440 и еще четыре с половиной миллиона киловатт в час поступает в город вот они кони носятся вот им где тут раздолье ну загнали загнали загонить конечно это он белый красавец красавицы даже ржать умеет пошел пошел вот так вот голубым прыг прыг и пришел где подошел поближе к станции как видим две протечки две турбины вот так вот не выглядит внутри гидроэлектростанция называется людвиксфельд вот канальчик пошел дальше такой перепад воды и так это уже вторая гидроэлектростанция которая работает на уль новый уль но тут правда как церковь не стали делать хотя за незаметно старовато вот здесь должна была пройти дорога ну как мы видим здесь уже начали взмите размечать участки под застройку вот канал электростанция канал пошел дальше вот поворачивая сейчас на 180 градусов и вот здесь у нас брошенный эстакада и так как выяснилось это частная территория на данный момент участок этот сдается под стрельбу из лука тут такое небольшое объединение местные есть вот как видим дорога идет я вам показал что здесь и не продлили решили застроить почему-то жилой зоны хотя тянули достаточно далеко но сейчас я поднимусь на эту горку осмотрю замеряю всеми приборами которые у меня есть и может быть что-то выяснится что пока не знаю а так вот ребята цель р и п я приблизился поближе к на цепи ну что мы первые видим воронка небольшой бруствер что удивляет кто-то расположил здесь колодцы непонятного происхождения похоже на вентиляционные около одного такого из них я стою по идее чистое поле здесь ничего не должно быть и он там впереди еще одна вороночка но не глубокая сейчас поднимусь сюда вот на бруствер наверх посмотрю что видно сверху вниз спустился по-быстрому смотреть воронку ничего тут интересного нету остатки старых камней вот есть это какой-то один опаленный разбросаны больше напоминает какую-то помойку он там валяется два колеса кто-то выбросил хотя в германии по идее надо сдавать и он там он колодец так все иду на бруствер и так и наверху вот такой вот вид высота примерно метров 12 10 территории огороженных дорога идет пролез посмотрю что здесь вот этот насыпь явно уже похоже на современная но единственное что мне не дает покоя это вот наличие вот этих вот трех колодцев в поле для чего и зачем но явно не для этой гидроэлектростанции и вот этот лесочек рядом я потом зайду и туда если что-то надо спрятать то это что-то засаживает лесом как обычно ну вот я спустился с бруствера через забор но ничего тут явно нету интересного свалка мусора на вершине этого насыпанного сооружения и вот уже дорога машины едут дальше вот этот автобан пошел на лауп хайм вот здесь вот все пошло на ауль хотя здесь вот она видно что дорога прервана и она должна была пойти дальше решил показать вам наличие электромагнитного излучения около высоковольтных опор подходим под провода я желаю всем просто удачи кто живет рядом с такими линиями сейчас уже 400 вольт на метр я иду непосредственно под провода и смотрите какие чудеса начинаются здесь 650 вольт на метр 700 это я устаю сейчас уже зашло за 700 под линии высоковольтной вот тут провода я стою точно середине 800 было даже вот теперь подумайте все кто живет в домах рядом с такими вот линиями надолго вас не хватит и перебои сердцем гарантированы ну и так что же мы имеем ввиду я смотрел место сделать замеры электромагнитное излучение нету если подойти к опорам поближе наверняка будет в воронке тоже замеры сделал ничего нет но единственная интересная деталь вот она эта эстакада именно здесь она прервана тут уже за 30 с лишним лет с 95 года как все бросили заросло рядом вот такой вот лесок из орешника но единственное что да действительно смущает вот эти вот люки в чистом поле именно в том месте где должна была пройти дорога к сожалению сквозь землю смотреть не могу гидрорадара у меня нету чтобы оглядеть все это что возможно есть под землей дрона с тепловизором тоже имея так бы было что-то видно он так вот он темный немецкий очередной лес и непонятные люки в поле зачем кому и для чего они здесь понадобились неизвестно ничего не видно ну там стоит внутри вода этот с водой в общем все на сегодня так что тайна недостроенной дороги так осталась тайной а вот прямая которая идет на мюнстер и на водокачку вот в этой точке и нахожусь если на север пойти я приду в улью ну все спасибо за внимание всем привет из немецкого леса удачи пока поделитесь этим видео с близким человек на это все жми колокольчик чтобы не пропустить новые видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра